а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть двадцать вторую ферму карта nf марш у нас и мы перезимовали зиму у нас наступила весна я тут случайно обнаружил что у меня запись не шла поэтому начало я сейчас перезаписываю тут некоторые отправленные в работу и в общем то сейчас я вам все расскажу заново значится зимой друзья у нас прошло два стрима ссылочка на них в описании мы там перезимовали все обслуживали производство и продавали то что можно продавать а также купили себе новую машинку сейчас я вам эту же покажу она у нас увы стоит на вот этой вот базе это друзья вот такая вот в вольво и это вольво рефрижератор 110 кубов у нее вместимость в общем то будет казаться продавать всякую продукцию на которые обязательно холодильник требует типа вот рыбки в общем то для рыбки я ее и покупал но может быть потом что-нибудь еще появится далее друзья по поводу производств я тут запустил некоторых работать во первых производство извести известь из ракушек у нас линия отключена потому что ракушки закончились и в общем то пускай немножко их под накопиться все у нас практически забита камень почти закончился но вот я сейчас отправил ребят камень возить соответственно на складе 152 куба лежала наверное уже меньше один товарищ возит вот этот товарищ довозит ко мне отсюда нет этот товарищ что-то другое возит щебень а он продает щебель ладно это другой товарищу заправляться приехал короче вот камни 93 куба осталось один прицеп уже уехал туда а также друзья на 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 щебеночном заводе камни тоже есть в общем то все остальное со щебеночного завода сейчас уедет продаваться много производится не сильно дорогое пускай в общем то продается разбежка цен от минимум до максимум там маленькая поэтому вообще не вижу смысла выжидать хорошую цену также здесь у нас тоже много чего было продано картон бумага продавалась зимой точно помню рыба кальмары омары вот это вот все тоже продавалась селедка и на балансе у нас стало 8 с половиной миллионов друзья но я уже раскошелился и купил полей которых я собирался купить поэтому погнали я вам сейчас про эти поля то и расскажу хотя чё рассказывает на карте покажу в общем то смотрите есть 46 поле мы на него засеем гречиху соответственно это поле надо обработать перед посадкой сейчас взять пробы и извести в общем то все остальное 44 поле друзья я тоже прикупил для того чтобы засеять здесь кукурузу насечку вот эти вот два поля прикупил здесь правда вот хлопок засеян но перепашем и все будет нормально вот на эти вот два поля будет засеян подсолнечник не знаю объединять их или нет сейчас не буду в будущем посмотрим 42 поле я друзья тоже прикупил и я его купил для канала и оказалось что здесь растет канала что в принципе тоже замечательно это дело у нас пойдет на наш топливный завод чтобы больше топлива производить остальные наши поля здесь все засеяно все прекрасно 50 рожь полба и пшеница у нас тут засеяны друзья также купил 5 4 еще поле с моих подредактируем она тоже засеяно ничего перепашем и все будет нормально там мы поставим силосную яму друзья амана пока что ездят и продают с нашего карьера весь материал в порте катаются и в общем допускай катаются давайте в общем-то поля то приводить в порядок наверное имеет смысл начать с того чтобы отправить товарищи от этого который снимет проб со всех этих полей на это тоже довольно много денег уйдет скорее всего но надо сделать никуда от этого не денешься давайте начнем с 44 поля припарковаться по завершению тебе не надо и на поле 44 44 сказал давай шуруй там работай а мы друзья займемся пока 4 5 полем я уже в принципе рассказывал о планах вот здесь вот по линии все это дело поле дальше стереть вот это оставить здесь силосную яму далее в апреле у нас будет покос очередной в общем-то после результатов покоса посмотрим что туда закинуть и будем делать силос посмотрим в этом году просто посмотрим насколько это геморройное занятие то что она прибыльная это прям точно потому что 2 миллиона мы заработали носилась и за прошлый год она того стоит но может быть попробовать поиграться с ямой но это друзья уже не сегодня это в апреле в следующей серии также друзья кстати я говорил что не буду делать контракты но у нас много работы на своих полях сейчас там посев удобрений я взял контракты если будет время я их выполню я здесь выключил настройках более высокую сложность и чтобы можно было от этих контрактов без штрафа отказываться так ты по времени я успевал их всегда делать но это ладно друзья погнали тогда в режим редактирования берем друзья здесь обычную траву вот эту которой мы обычно и пользуемся или сначала плугом здесь пройтись и потом это все дело заровнять давайте сначала действительно и объединим возьмем нашего new holland и постараемся аккуратно это все сделать водитель прибыл на поле 44 какой молочага это принципе чего аккуратно то делать если мы все равно это все будем редактировать и замазывать может быть и нет в этом никакого смысла опускаем плуг вот тут чуть шире получилось но ничего страшного проезжаем одну проходку можно даже не до конца давайте также перепашем весь этот участок который идет между полем я думаю что даже курс плей здесь рисовать особо не надо вот так вот здесь опускаем и вроде бы даже ровненько получилось для 10 полоску мы вручную сейчас замажем здесь мы будем свеклу выращивать на этом поле и корнеплоды какие-то в будущем понадобятся если не хватит конечно купим еще но мне кажется вот этого поля должно вполне себе на первое время хватить циклы так тоже много сыпит вот так перепахиваем все красивенько удобный плуг для этих целей кстати мне нравится даже больше чем вот эти плуги которыми я всегда джимпами пользовался не в предыдущих фермах так все это готово это мы объединили стой пока здесь мы переходим в планировку ландшафта надо сейчас нам вот это вот избавиться от вот этой части поля окрашивание у нас здесь идет в траву здесь мы тоже вот это вот все дело подровняем то что у нас тут немножечко криво получилось вот так вот здесь наверное большую кистью имеет смысл это все делать так вот так вот так вот так вот так вот все аккуратненько делаем по пикселю тякать дальше там будет немножко попроще это первое знаете ли вот такие вот немножечко геморройные моментики тякут здесь мы тоже это как поле убираем и вот здесь тоже под линеечку это все дело убираем отлично здесь друзья мы просто тогда все замазываем это уже не поле и нам она здесь не надо по-моему я залез немножко в гараж но ничего страшного хотя может и не залез все теперь вот этой части поля у нас нету но разумеется вот это вот все оставшись мы тоже убираем и в теории и курсплей в том числе кстати должен определять да чисто вот этот вот участок без вот этого и объединенный что в принципе хорошо поэтому ты друг давай складывайся и едь на поле номер 46 шуруй давай а мы друзья возьмем какого-нибудь еще маленького трактора давай вот этого сделаем на нашем новом поле во первых автодрайв чтобы можно было технику туда отправлять но и начнем его потихонечку готовить только надо подумать где сделать ему въезд здесь делать ему выезд выезд я бы на базу на самом деле сделал бы она въезд хорошая площадка будет у нас наверное вот здесь есть правда такой двусторонний курс записан на самом деле может сыграть потом злую шутку но ладно если вдруг что потом переделаем записываем тоже а давайте запишем тоже двусторонний курс здесь так отставить а почему кнопка на клавиатуре не сработало соединяем вот это вот все дело и тоже двухсторонний курс получается давайте довольно длинным его сделаем и здесь сделаем точку поле 0405 пускай будет такая соответственно проезжаем здесь и примерно вот сюда вот мы и приходим если будет какой-то геморрой с этими двусторонними курсами мы потом это все дело переделаем это не проблема также друзья надо сделать курс вокруг поля проехаться тоже пускай будет двусторонний по окраине поля как у нас на всех полях в общем-то и сделано да в отличие от того что у нас везде по карте там везде ровненько это все сделано а на этом поле делали сами поэтому получилось криво но ничего страшного это дело мы соединяем но и нужны выезды поля я на самом деле пока ехал вокруг поле придумал только два адекватных выезда это один выезд вот отсюда наверное вот так вот его и сделаем вот так вот соответственно вот этот можно сделать как-то вот так мне кажется будет вполне себе норм а также друзья наверное имеет смысл сделать выезд вот здесь на базу например вот отсюда пускай они тоже выезжают проедемся вот здесь вот так вот и попадаем вот в эту линию на базе. Я не знаю, каким они будут выездом пользоваться, но мне кажется, отсюда на элеватор будет ездить вполне себе норм. Хотя, с другой стороны, они все равно здесь объезжают вокруг вот этого вот ангара, выезжают через элеватор. Короче, ладно, это не важно. У нас один товарищ вернулся на базу, сейчас мы его еще отправим поработать. Давайте сюда сделаем вот такой вот поворотик. И вот с этой стороны тоже сделаем вот такой вот. Понятно, не хочешь? Отсюда, отсюда хочешь. Вот так вот. Да, немножечко ущербно у меня получается, но все тоже будут двусторонние. Давайте здесь немножечко вот так тоже еще закруглим. Мне кажется, так будет получше. Ну и в общем-то все. Теперь мы можем отправлять еще и на это поле всех работать. И отсюда они смогут уезжать, разгружаться и все что угодно делать. Давайте, друзья, мы это поле сейчас вот этим культиватором перекультивируем. Это, конечно, не самая быстрая будет история с острыми углами. Просто проще будет работать с одной массой какой-то. Да и тем более от старого урожая тоже надо избавиться. Так. А. Что-то не могу найти эту самую точку. А на самом деле мы ее просто не перетащили в эти поля. Поле 4-5. И после этого ты возвращаешься, друг, домой. Все. Давай, друг, культивируй здесь все. Плюс, если требуется вспашка, он ее уберет. Что, в общем-то, тоже хорошо. Далее, друзья, мы отправили на 46-е поле наш плуг. Вопрос для чего? А для того, чтобы вот эти вот островки тоже перепахать. Чтобы у нас здесь все было однородненько. Поэтому давайте это тоже сделаем. Чтобы не было этого объезда островков. Там у нас находятся вот эти вот вышки электропередач. Но они не материальные. Как и на 45-м поле. Почему-то здесь островки выделены для них. А там нет. Поэтому эти кусочки я предлагаю тоже перепахать. Ага, я понял. Разрешаем создание полей. И все у нас путем. Ну, в общем-то, и все. Красота. Ты, друг, свою работу сделал. Поэтому давай, шуруй, паркуйся. На 44-м поле пробы берутся. Кстати, тут все неплохо по поводу всего. Все неплохо. Но да, в этом сезоне у нас эко-счет просядет прям сильно. С этим ничего не поделаешь. Эти поля до сих пор считаются как два. Но на самом деле это уже одно поле. Хотя, может, оно их будет считать как два в дальнейшем. Не знаю. Это мы уже только после перезапуска игры узнаем. Кстати, два наших мана вернулись, которые возили камни. Поэтому мы их отправим возить. Дальше продавать то, что у нас на карьере. Продавать это все дело в порт. А ты давай вози камни продавай. А ты, например, чернозем. Давай тоже катайся. Потом все остальное быстро поперевозим. Или, друзья, в одну серию запихать. И апрель тоже, где у нас покос будет. И силосной ямой тогда поразбираемся. Наверное, так и сделаем. В общем-то, чем я тогда дальше у нас занимаюсь? Я заканчиваю март. Те поля, которые надо мульчировать. Наверное, все поля на всякий случай надо мульчировать, да? Хотя они все типа перепаханок. Никакого смысла в этом нету в мульчере. Ну, точнее, перекультивированы. Мульчировать только после сбора урожая имеет смысл. Но в любом случае, друзья, беру со всех полей наших новых пробы. Посыпаю их известью до нужного уровня. Соответственно, те, которые поля можно сейчас засеивать в марте, засеиваю сейчас в марте. Те, которые в апреле, соответственно, засеем в апреле. Далее, если нужно что-то прикатать, прикатываю и удобряю. Ну и займусь еще производствами этими, которые у нас тоже требуют сегодня некоторого обслуживания. А мы встретимся тогда утром апреля. И что-нибудь поделаем еще в апреле. Там тоже надо будет в апреле досесть, покосить. Ну, если будет время у меня оставаться до записи на контракт, то, соответственно, повыполняю контракт. Не исключено, что будет оставаться. До встречи тогда в апреле. Итак, друзья, наступил апрель. Еще наступило гребанное 4 декабря. Я заболел и сейчас сижу с температурой под 39. Поэтому надо все прям быстро сейчас сделать. И чтоб я мог лечь в кроватку, положить на пузо ноут. И само тут все игралось. В общем-то, друзья, в марте подсолнечник я посеял. Поля 46-44 все обработано, все хорошо. Свеклу на 5-4 посеяли. Поэтому в апреле, друзья, нужно досеять поля. Посеять кукурузу и гречиху. То, что мы посеяли, нужно обработать от сорняков. И, в общем-то, с нашими полями будет все. Но еще, да, в мае придется обработать от сорняков то, что посеем сегодня и удобрить. Также, друзья, есть 8 контрактов. Скорее всего, я их сделаю. Там посевы удобрения. Есть еще куча прополки, которую я делать, разумеется, не хочу. Есть еще куча тюкования, которая, в общем-то, как пойдет. Но, друзья, это все потом. Мне хочется поставить все-таки здесь силосную яму. Но я, друзья, подумал даже, может быть, в этом году отказаться от силосной башни. Сейчас там работают 4 линии, но, может быть, их выключить. Хотя силосная башня, в принципе, производит силоса столько же, сколько может быть позволит себе яма одна. Давайте начнем с ямы, потом будем думать. Я не знаю, честно говоря, насколько меня хватит пароваться в эту самую силосную яму. Плюс я, друзья, не знаю. Так, давай вот так вот тебя развернем. И вот так вот здесь тебя пихнем. Я не знаю, друзья, сколько сюда влазит. Я не пробовал ее забивать прямо до конца. Но влазит много. Я думаю, что что-то около миллионов 4 литров. И сегодня у нас, друзья, апрель. А это значит очередной покос. Поэтому у нас тут вообще на складе дохренища люцерны. Я думаю, что мы в силосную яму забьем ее сейчас. Ну, по крайней мере, на пробу. Что к чему. А дальше будем смотреть по расходу всего этого дела. Но для начала, друзья, нам надо еще записать маршрутик автодрайва на разгрузку в силосную яму. Я думаю, что мы три точки сделаем. Там разгрузки и будем чередовать их. Как у нас тут вообще курсы идут? Блин, все такое какое-то, может быть, знаете ли, смешаться. Ничего очень сильно не хочется. Но ладно, попробуем сделать так, чтобы было ровно и красиво. Давайте повернем здесь вот так вот прямо. И распрямимся прямо вот аж досюда. Есть, правда, тот отрицательный момент. Возможно, он будет проезжать мимо. И наш трамвовщик, который будет с отвалом, будет думать, что он уже уехал. И будет выезжать обратно в силосную яму. Ну, ладно, это мы потом чуть-чуть что исправим. Далее. Сдаем задним ходом. И вот я очень зря поехал в другую сторону. Отставить. Давайте, наверное, сами эти точки нарисуем. Нет, сами рисовать это плохая идея. Блин, хочется сделать и ровно, и красиво, и чтобы работало. Я пока еще не знаю, кого я буду отправлять на перевозку, но посмотрим. В общем, ладно, сдаем назад вот по этой линии. В теории он должен быть здесь ровным. Приезжаем как раз в центр. Это будет у нас одна из точек разгрузки. Я надеюсь, что они здесь будут нормально заезжать. Вот до сюда. А пускай это будет силос яма 2. Центральная вторая. Первую сделаем в другом месте. И вот это вот все дело мы соединяем обратно, чтобы он выезжал прям по этой же линии. Да, может показаться, что оно стирает задний ход, но на самом деле нет. Соответственно, по этой линии он может уехать. И давайте потом он перемещается на основную магистраль, которая идет здесь. Вроде как относительно ровно. Давайте, друзья, попробуем сделать здесь небольшое ответвление. Сделать разгрузку немножечко вбок. Я надеюсь, что задним ходом он сможет туда нормально проезжать. Я вроде как все это дело тестировал. И вроде как оно у меня работало. Но сейчас опять-таки дело чуть-чуть по-другому. Давайте, вот это у нас будет силос яма 1. Здесь то же самое. Соединяем вот эти вот все точки, чтобы он отсюда красиво выезжал. Так, а как нам здесь правильно это все грамотно соединить? Вот с этой стороны. Наверное, мы вот эту точку соединим вот с этой точкой. А вот эту точку задним ходом соединим вот с этой точкой. И все. Отсюда тогда он будет из ямы выезжать вот так вот сразу на главную магистраль. Хорошо. В общем-то пойдет. Вроде как здесь даже не сильно все напутано. И, друзья, делаем абсолютно ту же самую операцию. Все только с разгрузкой в другую сторону. Ну, знаете, похоже на ровное, да? Во. Пойдет. Вот так вот. Пускай это будет силос яма 3. Ну и далее здесь то же самое. Точно так же все соединяем. Так. И здесь самое интересное. Значит, вот эту точку мы соединяем к этой магистрали. Подключаем. А вот отсюда, наверное, вот это вот движение задним ходом ставим сюда. Ну и в теории это все, конечно же, должно работать. В теории. Давайте, в общем-то, это и попробуем. Отправим пока именно вот эту вот возилку. Три рейса сделать. Будешь менять, дружище, доставки у нас. Возить будешь... Да, в принципе, пускай сечку тогда возят. Грузиться ты будешь у нас на элеваторе. А для силосной ямы мы создаем отдельную папку. Какая будет? Силосная яма. И наши вот эти вот новые три точки перетаскиваем в эту папку. Силосная яма. Ну и выбираем тебе тогда первую точку. Давай, друг, есть, грузись и загружай. Посмотрим, что ты разгружал в три точки. И нормально здесь заезжал задним ходом и нормально выезжал. Нам же, друзья, нужно купить еще одну игрушку. Это заравниватель. Аккаунт там катается. Давайте посмотрим. Я на самом деле хотел поиграться вот с этой вот хреновиной. Она, в принципе, работает. Но, знаете ли, моя нелюбовь к гусеничному технике, она, в принципе, обусловлена тем, что они резкие. И, короче, мне не понравилось. Иногда оно подбагивает. Он может там развернуться, не развернуться, не сможет выехать, застрять и так далее. Поэтому самым лучшим средством это взять какой-нибудь мощный трактор. Причем именно колесный трактор. Желательно, опять-таки, не гусеничный и не сломающийся рамой. И, в общем-то, самый топовый вариант это вот такой вот класс. Но у нас он уже есть, поэтому я не вижу смысла его покупать. Он у нас используется с разгрузчиком. Мы сами на нем ездим. Поэтому, друзья, мы купим просто к нему заравниватель. Вот такой вот. И он у нас будет работать с заравнивателем. Или во время стримов он будет у нас использоваться для того, чтобы катать вот этот вот перегрузчик. Вот такой вот план. Поэтому давайте этот самый перегрузчик мы отцепим. Да, тут лежит 700 литров кукурузы. Откуда-то не успел я вывести. Забыл или еще что-то. Не важно. Ну и, в общем-то, на тестах силосной ямы эта штука показала себя как вполне себе работающая. Но, друзья, сперва посмотрим на разгрузку в первую точку. Вообще, самым оптимальным вариантом, вот как мне показалось, это отправить товарища на 300 кубов, разгрузить здесь, навалить просто 3 здоровенные кучи по 300 кубов. И пустить заравниватель это все дело сгребать ближе к стенке. Он, в общем-то, там минут 15 вот это вот работает, сгребает. У него все хорошо. После чего еще отправить, докинуть. Может быть, маном буду закидывать, может, еще как-то, пока не знаю. Так, он нормально здесь сдает задом. В принципе, это центральная. Тут и так все должно быть хорошо, безусловно. Как он сейчас выйдет? Сможет завернуть на первую точку. Слушайте, нормально, адекватненько, ровненько, без миллиарда корректировок. Отлично, мне нравится, меня вполне устраивает. Не знаю, как маны будут с этим работать, но, по крайней мере, вот этот трактор, да и фуражник тоже должен работать на ура. Ну и все, доезжает он почти до конца ямы и здесь выгружается. Когда будет много силоса, он не будет доезжать до конца ямы. Будет выгружаться там, где сможет. Вроде как это так должно работать. Ну, в общем-то, все вроде как нормально. Ну и все, он отсюда выезжает по этой же самой линии, без каких-либо проблем. Хорошо. Поехали тогда за отвалом. Я надеюсь, крепление спереди здесь есть. Вроде как должно быть, потому что я же на него вешал нашу вот эту жатку кукурузную. Да, крепление спереди есть, это замечательно. Значит, едем к яме и далее нашему вот этому товарищу загружаем курс-плейчик. То есть, не загружаем, а программируем. Значит, что надо сделать? Надо, во-первых, поставить позицию цели. Это, друзья, место, где он будет ожидать, пока разгрузится трактор. Пускай это будет вот это место около ямы. И, друзья, надо еще поставить положение перед ямой. Ставим его вот сюда. И, видите, полосочки остались голубыми. Это значит, что яма не обнаружена. Ставим вот так, полосочки становятся беленькими. Соответственно, он яму увидел. Остановиться при уровне прессования, я не знаю, честно говоря, что это за настройки. А вот ожидать разгружающего мы ставим на парковке. И все, больше ничего здесь настраивать не надо. Мы его просто запускаем. И он это все дело сейчас будет прессовать. Да, единственное, еще мы в настройках ему поставим ширину отвала на 5,9 метров. Мне показалось это самой удачной шириной для этого отвала с этим трактором. И он потихонечку будет ездить по очереди. То есть здесь полосочку проедет, потом здесь полосочку проедет, потом здесь полосочку проедет. И вот так вот и так далее. Вот так вот по кругу будет влево-вправо постоянно возить этот силос и прессовать. Сгребать его поближе к стене. И все будет огонь. Также, когда сюда будет подъезжать вот этот трактор. Да, в общем-то, сейчас сами все увидите. Этот трактор видит, что челик работает в силосной яме. И останавливается подождать, пока он отсюда уедет. Он доделывает один свой последний вот этот маневр. После чего выезжает из ямы, складывает уже устройство и отправляется на парковку. То место, ту точку, которую мы поставили ему для парковки. После чего он паркуется. И тот трактор видит, что этот челик запарковался. Заводит двигатель и, в общем-то, едет сюда разгружаться. Как я уже говорил, есть небольшой отрицательный момент. То, что я здесь очень сильно вытянул. Но это я с расчетом, чтобы маны растянулись. Он может уехать из зоны видимости вот этого трактора. Да, он так и сделал. И, соответственно, этот трактор сейчас выйдет и проедет прессоваться. Но, в любом случае, этот трактор остановится. То есть, он опять-таки увидит, что здесь занята яма. И вот он остановился и ждет, пока тот уедет. Тот сейчас сделает одну проходку. Он опять встанет на парковку. Этот разгрузится. И после чего поедет дальше загружаться. А этот поедет дальше прессовать. Так что, в общем и целом, картина понятна. Вроде как это все дело работает. Давайте, друзья, мы действительно рубанем силосную башню. На самом деле, из башни эти все ингредиенты можно достать, если что. И, друзья, посмотрим, сколько у нас в месяц идет требование. Да, даже давайте не в месяц, а в год. Клевера, люцерны, сечки и травы. По 432 куба требуется этого всего дела. Это, друзья, у нас требует еще компост мастер. Он у нас продолжает работать. Все остальное, то есть, можно, по сути дела, вот это вот дело на год отложить. А все остальное пихать в яму. Вот он, кстати, во второй точке разгружается. Видите, он чередует. Сначала здесь разгрузился, потом здесь. Потом будет вот здесь разгружаться. И вот так вот по очереди эти точки будет гонять. Так что, в общем-то, мне будет здесь весело. Запускаем силосную яму обратно. Пускай он перерабатывает то, что здесь есть. Хотя зачем? Вывезу отсюда, друзья, все на склад. Пускай это производство останавливается. У нас, друзья, на этом складе дохренища люцерны. Поэтому я, наверное, ее сейчас, миллиона 4, сгружу в силосную яму. Забью, в общем-то, люцерны. Посмотрим, сколько сюда влезет. Как я ее отсюда буду доставать? Я, друзья, еще, честно говоря, не передумал. Но пока что у меня мысль это конвейерной лентой. Ну и по автодрайву, разумеется, потом это все дело вывести. Созреет он, насколько я понимаю, у нас в июле. Но, скорее всего, в следующей серии мы об этом узнаем. Поэтому, друзья, в общем-то, что мне надо будет сделать за кадром? Во-первых, разумеется, обслужить производство. Далее, обработать все наши поля. То есть, 4-е, 5-е обработать от сорняков. 49-е, 43-е обработать от сорняков. 46-е, 44-е засадить. А если надо будет, прикатать. Ну и удобрить, соответственно, вот эти два поля. Также, 47-е, 48-е скосить. И 45-е тоже скосить. После чего замульчировать, посыпать известью и удобрить. Также есть парочка контрактиков, которые тоже надо сделать. Также, ну, обслужить производство. И, друзья, май, как правило, у нас обычно скучненький. Поэтому его я тоже промотаю. А в июне уже, насколько я понимаю, начнется у нас уборочная. Поэтому мы с вами уже встретимся в следующей серии в июне. Посмотрим, что у нас вышло с силосной башней, с производствами и так далее. Если на что-то выпадет хорошая цена, я это продам. Ну, в общем-то, посмотрим. На этом, друзья, у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спонсор, спонсор, огромнейшее спасибо за поддержку. Лайки, комментарии не забывайте. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.